После предыдущей оперативки я, признаться, приуныл. Более скучного и такого усыпляющего действия я что-то не припомню. И мне уже стало казаться, что жанр начал умирать, но нет. Прошедшая вчера оперативка вселила в меня оптимизм. И я сделал глубокомысленный вывод о том, что на самом деле в этом представлении главное актеры. Вчера несколько сменился состав действующих лиц на оперативке. И оперативка получилась просто огненной. Вообще более интересного мероприятия я за последние недели не припомню. Потому сегодня рассказывать буду долго. Будет очень много цитат, прямого цитирования и Радия Фаритовича, и остальных участников этого заседания. В общем будет очень интересно. Еще не приступив к основной повестке совещания, Радий Фаритович сразу же перешел к горячим темам. Он проанализировал ход и эффективность инвест-часов в республике Башкортостан и пришел в ужас. Хабиров заявил, что только в августе, практически еще только две трети августа прошло, в республике должно было пройти 189 инвест-часов в городах и районах республики. Однако 50% этих совещаний не состоялись по трем причинам. Как он сообщил, причины этих три – это отсутствие заявок, отпуск главы и выезд главы в Уфу. Хабиров негодовал, недоумевал. И вот начал он с такой фразы. «Я не очень понимаю глав муниципалитетов». Вообще вот эта фраза, она основная. Действительно, Хабиров совершенно не понимает глав, он не понимает их мотивации, он не понимает их образа существования. И как итог, конечно, закономерно, то, что он им воткнул вот эту обязанность инвест-часов, они категорически не понимают, зачем это нужно. И вообще это противоречит всей их сущности. И вот в итоге, значит, 50% совещаний не состоялось, а на остальных, прямо скажем, результатов немного. Вся эта история очень сильно противоречит тому, что звучало в последние недели. Вспомним, как мадам Бойцова с восторгом, придыханием и всхлипыванием рассказывала о необычайной эффективности инвест-часов и о том, что инвесторы, предприниматели, даже если их вопрос не решается, выходят глубоко осчастливленными с этих совещаний. В общем, Бойцова пела дифирамбы, а теперь Хабиров сообщает, что половина этих заседаний не состоялась, а на остальных ничего не решается. Пока Хабиров ругался и высказывал свое недоумение, он поглядывал в видеоселектор, у него такая система, там все главы, которые, значит, на связи, они выведены у него на видеосвязь. И Хабиров неожиданно для себя сделал открытие, что никто его не слушает, главы сидят, копаются в своих телефонах, видимо, там переписываются, дают поручения, может быть, там просто какие-то бытовые вопросы решают. И тут Хабиров просто взорвался в крик. Уважаемые главы, заголосил дорогой Ради Фаридович, у вас что, телефоны отобрать перед мероприятием? Глядя в видеоселектор, он конкретно обратился к главе Баймака. Я к вам обращаюсь, господин Аминев Фанис Габдрашитович, глава Баймака, от испуга аж подпрыгнул, принял позу школьника-первоклассника, сложил ручки, в кадре телефона больше не было, но Хабиров уже был неудержим. Ну, буквально кричал, значит, обращаясь то ли к главам с этими своими телефонами, то ли в зал к своим министрам и вице-премьерам. В общем, конечно, гнев начальника парализовал подчиненных. Было вообще замечательно, любопытно смотреть на эту реакцию. Красногорские, приученные вот уже к этому, видимо, поведению, к этим реакциям, быстро поняли, что нужно делать, сложили ручки одна на другую, сели, выпрямили спинку и сидели, уставившись прямо перед собой. В общем, страх был жуткий. Но ни Красногорские еще не набрались вот этого навыка. Сарбаев закрыл лицо руками, Закамалдин сурово нахмурился, Касьянов от страха глаза закрыл. В общем, реакция была очень разная, но Хабиров был страшен. Он мгновенно, переходя с темы на тему, с телефонов опять на инвест-час, поручил Сидякину личный контроль за тем, чтобы он лично контролировал каждый инвест-час в каждом районе. То есть Сидякину теперь будет некогда заниматься ни выборами, ни какой-то иной хозяйственной деятельностью. Он будет заниматься вот этими сотнями совещаний, получать сводки, когда кто что провел, кто не провел. В общем, работа ему сильно прибавилась в этот момент. Хабиров чуть-чуть успокоился, хотя не до конца, и перешел к сути вопроса по поводу инвест-часов. Уже очень давно он дал поручение назначить заместителей глав районов по инвестициям, по взаимодействию с предпринимательством. Мысль светлая, богоугодная абсолютно, но, суть по всему, не больно-то она хорошо реализуется. И вот он сообщил, что начался процесс, наконец-то, назначения этих замглав. Но я же просил, не надо назначать туда друзей или людей, с которыми вам, в кавычках, главам удобно работать. Конец цитаты. Ну, дорогой Радий Фаридович, позвольте, на кого же должен ориентироваться вот этот несчастный глава какого-нибудь Баймакского или, не дай бог, Альшеевского района, как не на вас лично? Кому он должен подражать в своей кадровой политике, как не вам лично? А вы назначаете на все должности вокруг себя, друзей, родственников, друзей-друзей, сыновей, компаньонов и прочих, и прочих. Ну, конечно, главы инстинктивно также назначают на вот это место зама по предпринимательству, как вы говорите, удобного для себя человека, может быть, родственника, может быть, друга, может, одноклассника или где-нибудь на юрфаке вместе учились. Ну, тут как-то появляется некое смысловое противоречие, потому что, если вы подаете такой пример, ну, глава, естественно, ему следует. Тут произошел некий провал. Эти главы по, вернее, замглавы по предпринимательству, половина из них, как сказала Хабиров, были отвергнуты их кадровой комиссией. В общем, внезапно опять Хабиров перешел на тему телефонов и стал кричать о том, что проводим оперативку один раз в неделю, не больше одного часа, а вы, как четырехлетние дети, не можете себя контролировать. И тут ему пришла в голову прекрасная мысль. Каким образом, значит, наказывать вот этих вот нерадивых школьников, балующихся телефоном? Повелел невидимому Азамату Фаритовичу, это, видимо, у него ответственный там по видеокамерам, выводить на большой экран вот этих вот шаловливых глав, которые будут, значит, чатиться в телефонах во время того, как, дорогой Ради Фаритович, судьбоносные вещи им вещает с трибуны. Это, конечно, страшное наказание. То есть я представляю стыд и позор головы, которого выведут на большой экран и покажут, как он пальчиком ковыряется в своем айфончике. В общем, решение было найдено, но Хабиров закрепил его практически законодательно. Он обратился к Тожединову. Дайте команду выводить на большой экран этих шалунов. Пусть их жители видят, чем их глава занимается, когда мы обсуждаем самые главные вопросы республики. В этот страшный вообще и судьбоносный для республики момент. Даже закомалдил, сложил ручки, как школьник, и сел, выпрямив спинку. Дальше Ради Фаритович почему-то без всякого перехода заговорил о стройчасе и об городской электричке, начал постепенно успокаиваться. И совещание стало входить в привычное русло. Перешли к, в общем-то, оговоренной заранее повестке. Ничто так не умиротворяет и не успокаивает, как дежурный доклад об оперативной ситуации в ЖКХ на дорогах и чрезвычайных ситуациях. Традиционно трое докладчиков усыпляющими голосами рассказали о том, что в Багдаде все спокойно. Беляев Борис Владимирович, который вышел из краткосрочного отпуска, сидя, зачитал по бумажке, как все здорово в области жилищно-коммунального хозяйства. Тимур Рафисович, правда, внес некое оживление в этот доклад. Помимо того, что он, как обычно, доложил, что количество ДТП неуклонно падает, количество погибших стремится к нулю, но тут Тимур Рафисович допустил некую импровизацию. Цитирую. «Воисполнение вашего поручения...» Вот диверсант опять начал использовать вот это вот опасное выражение. «Те компании, которые эксплуатируют федеральные дороги, оштрафованы на 2,5 миллиона рублей в связи с ненадлежащим исполнением своих обязательств». Конец цитаты. Позвольте, о чем отчитался Мухаммедьянов? О том, что во исполнение поручения ради Фаритовича оштрафованы компании, эксплуатирующей дороги? У нас как? Оштрафуют теперь только во исполнение поручения или по факту каких-то нарушений или каких-то злодеяний? В общем, совершенно непонятно, зачем вот этот пассаж Тимур Рафисович ставил по поводу его исполнения поручений, но дорожников оштрафовали на чудовищные 2,5 миллиона рублей. Тут Хабиров подхватил тему. Он вообще очень на этом совещании был отзывчивым, постоянно вступал в дискуссии с докладчиками, дополнял, добавлял, задавал вопросы. И в этот раз он разразился воспоминаниями прошлой пятницы. «У нас в пятницу, — сообщил Хабиров, — был инцидент в районе Демского КПМ. Неделями траву не косят. Ладно, я поехал в Благовещенск, а если бы нет?» Раиф Ромазанович обратился к Абдрахимову. «Косить надо ежедневно, следить за этим. У вас там бурьян». В общем, дальше, как говорится, Остапа несло. «Вдоль разделительных полос галька и смет. Это значит, что вы, — обратился он к Тимуру Рафисовичу, — не убираетесь. А это значит, воруют деньги, — сообщил нам об открытии Америки Радиха Ритвича Хабирова». Ну, столь глубокомысленное заявление, конечно, нельзя было не сделать, не обретя вот этого печального опыта. Оказывается, дороги не подметают, а деньги воруют. Вообще, процесс познания идет у Хабирова обширным потоком. То есть, видимо, он до конца не справляется с этой информацией, которая начинает поступать к нему визуально и иными способами. И вот он уже как бы вскричал, что надо увеличить численность контрольного управления, чтобы они ездили по всей республике, чтобы совали свой нос. Я такого бурьяна в жизни не видел. Ну, вообще, конечно, подобная реакция, близкая к истерике, конечно, объяснима с точки зрения, действительно, какого-то там прозрения, я не знаю, может быть, осознания всей глубины падения ситуации. Но, вообще-то, это такой объективный опыт. Опыт, как известно, из учения Карла Маркса и Фридриха Энгельса, высшая стадия, высший способ познания. И вот, дорогой Радий Фаритович столкнулся с этим всем. Если он не справляется, если ему недостаточно осознания вот этих вот реалий, ну, может быть, надо как-то ему поднабраться жизненного, административного и иного там аудиовизуального опыта, и только впоследствии, после того, как он обретет этот опыт, начинать управлять республикой, я не знаю, я здесь не советчик, но поражаться вот таким вещам по меньшей мере наивно. Вторым вопросом оперативки был вопрос об обеспечении жителей республики Башкортостан питьевой водой в необходимом количестве. Докладывал Беляев Борис Владимирович. Вообще, вопрос этот интересный. Он впервые поднимался на оперативном совещании. Мне было действительно интересно понять ситуацию, как в этой отрасли обстоит дело, помятуя о том, что человеческое существо вообще состоит на 80% из воды, а по некоторым данным иногда и до 90%. Хотелось бы понять, насколько из воды состоит Борис Владимирович, но об этом чуть позже. Вице-премьер правительства по жилищно-коммунальному хозяйству Беляев доложил, что у нас в республике есть 2229 водозаборов, что водопроводная сеть изношена практически на 70%, и 87% населения республики Башкортостан обеспечены питьевой водой. Я, честно говоря, не ожидал услышать подобную историю. Бывая в разных африканских странах, я видел, что такое дефицит воды, что такое отсутствие питьевой воды в целых населенных пунктах. Я не знал, что 13% населения республики Башкортостан лишены доступа к питьевой воде. Вообще, это, конечно, катастрофическая ситуация. О каких там сабантуях и прочих увеселительных мероприятиях может идти речь, если вот так вот 13%, практически каждый восьмой житель республики Башкортостан не имеет свободного доступа к питьевой воде. Далее господин Беляев сообщил, что исключительно по поручению дорогого радио Фаритовича строится еще 13 водозаборов в республике Башкортостан. В республиканской адресной инвестиционную программу выделено 523 миллиона рублей на эти нужды. И к 2024, вот этому пресловутому 2024 году, 92,5% населения республики Башкортостан будет обеспечено водой. Беляев сообщил, что все по плану, что он готов реализовать выделяемые из федерального бюджета 4 миллиарда рублей на эти цели по программе «Чистая вода». Он сообщил, что в Аскино и в Нефтекамске в первую очередь будут построены водозаборы. И как-то скромненько так свой доклад закончил. Ради Фаритович слушал его рассеянно, может быть, еще не отошел от этой вот стычки по поводу телефонов и по поводу главозорников, назначающих своих друзей своими же замами. И Ради Фаритович начал переспрашивать. Цитирую, такой вот замечательный диалог произошел у них. А вот скажите, у нас 87% в 90-м году это среднее? А нет ли дифференциации по сельскому и городскому населению? Борис Владимирович был, очевидно, не готов к этому вопросу или не понял слово дифференциация, выдал такой ответ. У нас существует эта позиция, но это среднее. Я до конца не понял, конечно, что означала эта фраза, но Хабирова она вполне удовлетворила. А у нас какие районы, переспросил Хабиров? Аскин и Нефтекамск, переответил Борис Владимирович. А вот эти 4 миллиарда, это что такое? Переспросил Ради Фаритович. Это федеральные средства, переответил Борис Владимирович. Тут уже Хабиров обратился к Тожединову. А вы все заявки подали в Минфин России? Тожединов бодренько ответил. Да, но никакой реакции пока. Из 160 миллиардов только 16. В общем, какой-то такой немножко потусторонний диалог у них произошел. На чем, собственно, вопрос с водой был закрыт. Третьим и, на мой взгляд, важнейшим вопросом оперативки был вопрос о ходе обустройства подъездных дорог с щебеночным и песчаногравийным покрытием к населенным пунктам, включая места массовой жилой застройки. Здесь, конечно, нужно уйти в предысторию и вспомнить о том, что примерно полгода назад абсолютно дикая идея не делать асфальтовых дорог, а делать песчаные и гравийные дороги в республике Башкортостан завладела умами нашего правительства. Инициатива сия, конечно же, исходила от дорогого Радия Фаритовича, и постепенно она поселилась в умах наших дорожников и в голове Тимура Рафисовича Мухаммедьянова. В прошедшем месяце многократно Тимур Рафисович рассказывал о том, как чудесным образом он покроет всю республику сетью вот этих вот песчаногравийных дорог. И вот, значит, случился доклад на эту тему. Поясняя ситуацию, нужно отметить, что везде и всюду это решение, а именно устройство песчаногравийных дорог, заявляется как временное. То есть вот сейчас мы насыпем вам из гравия дорогу, вы по ней будете ездить, а потом когда-нибудь она превратится в асфальтовую. Но мы же прекрасно знаем, что в России нет ничего более постоянного, чем временное, и на ближайшие десятилетия эти дороги останутся считаться дорогами, и никаких других асфальтовых на их месте не появится. Так вот, во первых строках Тимур Рафисович сообщил нам, что в Башкирии имеется всего 48 тысяч километров дорог. Действительная дорожная сеть республики очень протяженная. Она одна из самых больших в Российской Федерации. 70% из этих дорог – это местные дороги. 41% дорог асфальтирован, всего 41%. 50% дорог – это гравийные дороги. И 9% дорог – это грунтовые дороги. Я вообще, честно говоря, не понимаю, кому приходит в голову грунтовую дорогу вообще называть грунтовой, но тем не менее эти дороги в реестре у Мухаммедьянова числятся. Кроме всего прочего, 50% дорог находятся в черте городских муниципалитетов и прочих населенных пунктов. Тимур Рафисович сообщил нам, что всего в Башкирии 4586 населенных пунктов, и 317 из них, как он выразился, не имеют связи с дорогами с твердым покрытием. То есть 7% населенных пунктов Республики Башкортостан отрезаны от цивилизованного мира и не соединены с этим миром сколько-нибудь нормальной дорогой. Ну, конечно, это чудовищная абсолютно цифра. То есть 7% у нас людей не имеют дорог, 13% у нас людей не имеют питьевой воды, вот такие вот статистические данные периодически у нас проскакивают на этих оперативках, ну, в связи с чем, и исключительно по поручению дорогого Радио Фаридовича, как подчеркнул Мухаммедьянов, с этого года начата работа по обустройству подъездных путей к местам массовой застройки. Абсолютно непонятно, чем занимался Тимур Рафисович в таком случае с 2017 года, видимо, ему понадобилось только явление в Республику дорогого Радио Фаридовича, чтобы начать заниматься своими непосредственными задачами, потому что с 2017 по 2019 год Тимур Рафисович нисколько не беспокоился об этих подъездных путях к местам массовой застройки, а теперь, значит, внезапно обеспокоился. Тимур Рафисович сообщил нам, что всего планируется, цитирую, отсыпать дорог переходного типа, вот так он называет эти временные дороги, 11 300 километров. Возникает вопрос, Тимур Рафисович, переходного типа куда? В 19 или в 18 век вы планируете перевезти нашу республику? Даже в Древнем Риме вообще-то было принято устраивать дороги с твердым покрытием, как вы выражаетесь, и, между прочим, многие из этих дорог до сих пор отлично функционируют. Но мы переходный вариант устраиваем себе в обратную сторону в этой машине времени под названием Минтранс, хотя вот римские дороги как раз перешли в 21 век. Посмотрим, как земляные и песчаногравийные дороги переведут нас в какое-то иное состояние. Далее Тимур Рафисович перешел к деньгам. Он сообщил, что его грандиозные планы, а именно строительство вот этих песчаногравийных дорог протяженностью 11300 километров потребует 6 лет напряженной работы и 6 миллиардов рублей. Уже в этом году из бюджета выделено 540 миллионов рублей, и уже в 2019 году он готов будет устроить 950 километров вот этих вот песчаногравийных дорог. Причем, что 21% он уже построил этих дорог, и оставшиеся 79% видимо планируют достроить к 15 ноября, как он сообщил. Основным подрядчиком работ по всей вот этой вот программе, по словам Тимура Рафисовича, является Башкиров-Тодор. И стоимость одного километра, как несложно посчитать, составит 568 рублей в среднем. Однако, вот здесь надо остановиться и вернуться в май месяц, когда этот вопрос обсуждался также на оперативке в правительстве. 20 мая 2019 года тот же самый Тимур Рафисович Мухаммедьянов делал доклад тем же самым третьим номером по порядку о ходе обустройства гравийных дорог. Так вот, 20 мая 2019 года звучали несколько иные цифры. А именно, господин Мухаммедьянов сообщил нам, что в 2019 году, внимание, он собирается построить 1850 километров вот этих гравийных дорог. И средняя цена одного километра составит 505 тысяч рублей. Вот здесь мы, как и в случае с Фейзрахмановым, как говорится, поймали за руку. В мае 1850 километров, в августе уже 950 километров. В мае 505 тысяч рублей средняя стоимость, в августе уже 568 тысяч рублей средняя стоимость. господин Мухаммедьянов, очевидно, начинает повышать цену и снижать объем. Прямо скажем, и справедливости ради отметим, что господин Хабиров уловил вот эту вот разницу и вступил в очередной диалог с докладчиком. Хабиров строго спросил, а дальше я буду цитировать и буквально воспроизводить диалог между Хабировым и Мухаммедьяновым. Сколько будет стоить один километр дорог? Строго спросил Радифаритович. Тут Тимур Рафисович пустился в некое лукавство. «Если использовать местные материалы из карьеров, то 500-600 тысяч за километр. А если нет?» Резонно спросил Хабиров. «А если нет местных материалов, тогда до 1 миллиона за километр. Ну, при ширине 5 метров и толщине 15 сантиметров». Тут Хабиров задумался и пустился в некие рассуждения. «А нельзя перераспределить материалы и не покупать их на рынке?» Тимур Рафисович попытался выкрутиться и здесь. «Смен природы все согласовано. С частниками диалог выстроен. И достигнуто соглашение о льготных ценах». Позвольте, это как? Что значит «о льготных ценах»? Существует рыночная цена. Условно говоря, если частник эксплуатирует какой-то карьер, ПГС и прочее, то он продает по определенной цене. У него есть себестоимость, норма прибыли, налоги и так далее. То есть Тимур Рафисович в приказном порядке назначил цены для частников? Совершенно непонятно. Тут Ради Фаридович пустился в философские рассуждения. Он сообщил нам, что глава Архангельского района ему сказал, что если бы ему дали технику, грейдер, два КамАЗа и погрузчик, тогда бы глава Архангельского района мог совершать чудеса и строить подобные дороги за 300-350 тысяч рублей километр. Тут Хабиров понимает внезапно, что, суть по всему, Мухаммедьянов вводит его за нос. И вот эти вот вопросы с местными ресурсами абсолютно не проработаны. И Хабиров вознегодовал. Перенесем этот вопрос на следующую неделю, сообщил Хабиров. Это вопрос серьезный. Во всех районах в основном просьбы по поводу дорог. Поэтому мне такие поверхностные доклады не нужны. Мне нужна содержательная работа. А не так, чтобы проторговали по 900 тысяч дороги и сделали. Это преступление, повторно обвинил в преступлении, кстати говоря, Хабиров Мухаммедьянова за одно совещание. Я уже полгода об этом говорю. Я не позволю этого. Тут, значит, Хабиров начал немножко так потрясывать. Он обратился к Абдрахимову. Раиф Рамазанович, я не очень понимаю, чем занимается Башкир Автодор. Вот я вас поддержал, дали вам полмиллиарда. Вы, кажется, не Башкир Автодор этим должны были озадачить. В общем, Хабиров потребовал проанализировать, кто из глав и как распорядился этими деньгами на дороге. Имеется в виду из вот этих 540 миллионов. И сообщил, что пока он доклад Мухаммедьянова не принимает. Ну, в общем, это очередное обострение между Хабировым и Мухаммедьяновым. Тут надо немножко порассуждать на тему того, не ошибка ли вообще вот это устройство, вот этих вот песчаногравийных дорог. Прямо скажем, что 6 миллиардов израсходовать на то, чтобы насыпать 15 сантиметров гравия поверх земли и объедить вот это все дорогами, конечно, весьма подозрительная идея. И, учитывая, что на все это потребуется 6 миллиардов рублей, попахивает здесь, конечно, все очень таким большим грандиозным распилом. Я, конечно, не берусь сейчас утверждать, но тот факт, что Мухаммедьянов фактически протолкнул основным подрядчиком на все эти работы Башкиров-Тадор по всей республике, соответственно, говорит о том, что никакой оптимизации по цене действительно не произойдет. И везде сделают за столько, за сколько смогут сделать, не забывая, естественно, о прибыли. Я, конечно, понимаю, что Мухаммедьянов лоббирует интересы Башкиров-Тадора как крупнейшего оператора в этой области, в республике Башкортостан, как крупнейшее государственное предприятие в этой отрасли и так далее. Однако надо понимать, что Башкиров-Тадор это не панацея. И действительно, с одинаковой эффективностью по всей республике Башкиров-Тадор, наверное, построить вот эти вот песчаногравийные дороги не в состоянии. Очевидно, что цена будет колебаться в зависимости от наличия и отсутствия вот этих компонентов. Очевидно, что у Башкиров-Тадора есть и коммерческие интересы, и норма прибыли, и прочие-прочие цели, задачи, долги, и там какие-то моменты, которые надо закрывать. И он, я имею в виду Башкиров-Тадор, не в состоянии одинаково эффективно везде решать вот эти задачи. Но в корне вот этой проблемы, на мой взгляд, решит все-таки сомнительность самого подхода. Нужна ли вот столь протяженная, огромная, гигантская, 11 тысяч километров сеть вот этих песчаногравийных дорог, которые планируют опутать всю республику, это ведь фактически увеличение дорожной сети на 25%. То есть, если 41 тысяча у нас километров вот на данный момент существует дорог, они добавляют к этому еще 11 тысяч километров. Содержание этих дорог, ресурс этих дорог, качество исполнения, все это вызывает огромные вопросы. Масштаб этой программы колоссальный, и подойти к ней, конечно, нужно с колоссальной осторожностью, что, собственно, видимо, сейчас и начинает происходить с дорогим Радим Фаридовичем, в том смысле, что он, судя по всему, начинает осознавать некоторую утопичность вот этого проекта. И я надеюсь, что на следующих совещаниях вопрос будет обсужден более детально, и будут выявлены те больные точки, которые существуют вообще у вот этого, на мой взгляд, безоглядного намерения устроить нам здесь рай из гравийных и песчаных дорог. Кое-как, закончив вопрос с дорогами и не приняв доклад Мухаммедьянова, перешли к четвертому вопросу повестки, докладу министра здравоохранения Забилина Максима Васильевича о реализации в Республике Башкортостан национального проекта здравоохранения. Прямо скажем, что вопрос этот колоссальный, тема бесконечная и бездонная, и господин Забилин решил выразить успехи башкирского здравоохранения в денежном эквиваленте. Вообще весь его доклад был построен на отчете по освоению денег. Ну, может быть, такой подход и имеет право на существование. Возможно, деньги в представлении господина Забилина и являются мерилом успеха того или иного предприятия. Ну, в общем, как говорится, что есть. Начал свой доклад господин Забилин с весьма витьеватого пассажа, цитирую, «в целях достижения целей». В общем, и дальше Забилин начал свой доклад. Сообщил он, что всего за 2019 год он готов освоить 5 миллиардов рублей в области здравоохранения, что на данный момент он исполнил уже свои намерения на 30%, хотя половина этих денег федеральные, и вот федеральные деньги как раз освоены всего лишь на 12%. Далее господин Забилин перечислил отрасли вот этого проекта здравоохранения и сообщил меру освоения денег в каждой из этих тем. Вот здесь нужно очень внимательно и подробно остановиться на каждом разделе и внимательно осмыслить то, какие приоритеты расставил господин Забилин в исполнении вот этого национального проекта здравоохранения, чтобы понять, что нас ждет в ближайшее время вообще здравоохранения Башкортостана. Первым пунктом числится развитие системы первичной помощи. Судя по всему, это первичный прием и скорая помощь. Здесь процент освоения средств 2,7%, пугающе низкий процент. Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями 2,4%, борьба с онкологическими заболеваниями 24%, развитие детского здравоохранения 51%, обеспечение медицинскими кадрами 47% и создание единого цифрового контура на базе единой информационной системы всего 7%. Честно говоря, меня успехи господина Забелина в области первичной медицинской помощи, сердечно-сосудистых заболеваний, да и, собственно, информатизации всей этой системы слегка напугали. 2%, 2,7%, 7%, куда это годится? В целом, конечно, Забелин иллюстрировал свои успехи покупками каких-то систем оборудования, фельдшерских, кушерских пунктов, в том числе мобильных, передвижных. Он сообщил, что там сколько-то их будет закуплено, а сколько-то отремонтировано. И тут случился очередной диалог с докладчиком у Радио Фаритовича. Вообще, Радио Фаритович, как я уже отмечал, вступал в диалог со всеми докладчиками на прошедшей оперативке. Хабиров перебил Забелина и спросил, сколько всего будет новых ФАПов в республике? Максим Васильевич отрапортовал 27 ФАПов. А какова потребность в фельдшерских, кушерских пунктах, поинтересовался Хабиров? 380, сообщил Забелин. Прямо, скажем, успехи такие на уровне меньше 10%. 27 новых на фоне 380 необходимых. Тут Радио Фаритович в очередной раз приоткрыл Америку и дал ценный совет. В первую очередь заменяйте те ФАПы, где функционирование человека уже невозможно. Вот так витивато сообщил Хабиров. А потом поделился опытом. В одном из ФАПов мне сказали, что зимой там температура 12 градусов и приходится дуть на руки. Ну, в общем, конечно, это гениально абсолютно. Как всякий вождь, либо вождь, которого копирует Радио Фаритович, стал давать ценные советы своим подчиненным, а те охотно их стали воспринимать. Ну, конечно же, если в фельдшерском, акушерском пункте зимой температура 12 градусов, то, наверное, этот фельдшерский, акушерский пункт надо в срочном порядке либо ремонтировать, либо демонтировать, либо еще что-то делать. Далее обсудили потребность в медицинских кадрах. Забелин сообщил, что на 1 ноября 2018 года в его ведомстве был дефицит в 1050 человек. За 9,5 месяцев господин Забелин нашел 241 единицу медицинских кадров. То есть, если вот считать на калькуляторе, то подобными темпами господин Забелин обеспечит медицину Башкортостана хотя бы штатным расписанием в течение трех лет, не быстрее. Но примечательно, что на вот эти поиски 241 человека для медицинских учреждений господин Забелин героически потратил 146 миллионов рублей, судя по его отчету. В среднем 606 тысяч рублей обошелся казне Республики Башкортостан только поиск вот этих вот кадров. Я не очень понимаю, каким образом технически происходят вот эти вот затраты, то есть, ну, на что потратился Забелин, то есть, куда делись эти 606 тысяч рублей. То ли это стипендии, то ли это какие-то другие мероприятия, но в целом 146 миллионов рублей он истратил на то, чтобы найти 241 врача, фельдшера, акушера там и еще кого-то. По поводу, конечно, успехов в области информатизации Минздрава, тут, конечно, большие вопросы. Я не особо специалист в этой сфере, хотя кое-что понимаю, но хотелось бы тоже поделиться своим опытом. Вот буквально на прошлой неделе мы пересекали Республику с Запада на Восток, путешествовали в Сиба. И там, простите, не просто интернет, а там даже GSM-связи в некоторых районах республики нету, причем на продолжительных участках, причем вдоль дороги. А какой вообще там тотальной информатизации фельдшерских и акушерских пунктов может идти речь, если там элементарной сотовой связи нет? Ну, тут, конечно, вопросов очень много к Забелину. Ну, Хабирова, как и меня, обеспокоила в докладе Забелина именно кассовое исполнение. То есть дело в том, что Забелин пытался оправдывать вот эту вот низкую освоенность денег тем, что, ну, вот сейчас, как обычно, там, в конце августа, в сентябре, в октябре мы как рванем, как, значит, освоим, как инкассируем это все. Но на самом деле все-таки Министерство здравоохранения и деятельность этого министерства – это ежедневный поступательный процесс, и там не может быть какой-то особой этапности. Хотя Забелин ссылался на то, что они уже вот все закупки оформили, вот скоро начнут сильно много платить за поставки. Ну, в общем, Хабиров обеспокоился этим, сделал замечание ему, что нужно соблюдать кассовое исполнение, чтобы оно не хромало. На что Забелин по-военному ответил – есть. Хабиров философски отметил, что рост по кадрам есть, но недостаточный. Забелин уверил, дорогого Радио Фаридовича, в том, что уже с сентября начнут трудоустраивать целевиков-выпускников. Почему с сентября до конца непонятно, может быть, там есть, конечно, какая-то традиция или еще что-то, но, в принципе, я полагаю, что ничего не мешает трудоустраивать целевиков-выпускников и в августе, и в июле, чтобы они поскорее приступили к своим обязанностям. Далее, в ходе оперативного совещания случилась какая-то странная штука. По плану был доклад министра культуры Шафиковой Амины Ивниевны, но Хабиров его отменил дословно вот так. Вопрос по культуре Амина Ивниевна мы перенесем на следующее, видимо, на следующее совещание. У нас есть еще один важный вопрос. Вот я, честно говоря, даже так вот заинтересовался, что же за такой важный вопрос, который, ну, во-первых, важнее культуры, во-вторых, отменил доклад, который, очевидно, готовила госпожа Шафикова, но интрига была недолгой, и Хабиров анонсировал вот этот важный вопрос, который звучит следующим образом. Прошу набраться терпения. Название этого вопроса вообще само по себе звучит как доклад. О внесении в единый государственный реестр недвижимости сведений о территориальных зонах, содержащихся в правилах землепользования и застройки, и сведений о границах населенных пунктов Республики Башкортостан. Не смеяться. Докладчиком был руководитель управления Федеральной службы Росреестра и картографии по Республике Башкортостан, Клец Петр Вячеславович. Честно говоря, у меня вызвало недоумение вообще вот этот доклад. Петр Вячеславович в достаточно доходчивой форме рассказал слушателям, зрителям и всем нам о том, как, зачем и почему вообще работает Росреестр, каковы его функции, цели и задачи. Предупредил, что с 2021 года перестанут выдаваться разрешения на строительство, если участки не будут поставлены на кадастровый учет должным образом. Петр Вячеславович сообщил, что, например, в Уфе 100% территории уже кадастрированы, а вот в Баймакском, Каюргазинском, Ольшеевском, Иглинском и Мелиузовских районах менее 2% земель подвергнуты кадастровому учету. Также Петр Вячеславович сообщил, что 54% населенных пунктов не описаны в своих границах в едином реестре недвижимости. Петр Вячеславович попросил помощи правительству Республики Башкортостан в ускорении этих процессов и на этом завершил свой доклад. Я, честно говоря, до конца не понял, чего такого сверхважного было в этом докладе, сверхнужного и сверхинтересного. По сути, руководитель подразделения федерального ведомства рассказал о том, как работает его ведомство в Республике и какие у него есть проблемы. Непонятно, зачем это надо было выводить на доклад правительства и вообще, еще и к тому же отменяя доклад по поводу культуры министра культуры Республики. Хабиров печально констатировал, что ситуация в этой отрасли сложная и с ней нужно бороться, и что это очень важно. И на этом оперативка закончилась. Редактор субтитров А.Семкин